Начинаем. Новый второй хумаж, шмот. Как Рамбан его называет, это книга «Избавление, выходы из Галута и из Египта», то есть это само вход в Египет, начало притеснений в Египте и выход из Египта. А это имена сынов Израиля, або им Митсоима, которые пришли в Египет, вместе с Яковом. И еще весь был. Каждый человек к своим домам пришли. Рувен шимен гри виви еудо. Рувен шимен гри виви еудо и сахар зулун у виньомен. Сахар зулун и виньомен. Их считают тут по матерям. Дон венавтоли год веошер, ваебыл окол нефеш, все души ейца ерах Яков, который вышел из бедра Якова, шимим нофеш, семица душ, ве ейце, ойов в Митсоим, вместе с Йосефом, который был в Египте уже до них. И ваемос ейце, вехол эхо, вехею, ады рагу. Умер Йосеф, все его братья. И все то поколение. Увны истрои, а сыны Израиля, пору, ваишрацу, ваирбу, ваяцму, бим, эйд, мэйд. Плодились, ваишра, значит, родили много детей, размножались, были крепкими очень. Обычно, когда рождается много детей, то они слабые, они были крепкими. Батимоге орец, и сом, земля наполнилась им. Интересно, Медраж Раба говорит нам на месте, что началось, знаете, с чего? Что после смерти Йосефа, значит, пока Йосеф жил, никакого угнетения не было. И даже когда жило одно из колен, самый последний из всех умер Леви, и тогда началось угнетение. Так Медраж Раба нам рассказывает, что когда умер Йосеф, они перестали делать обрезание. Сказали, будем похожи на народ, с которым мы живем, на египтян. И тогда неожиданно, любовь, которая была у египтян к евреям, перевернулась, и они стали их ненавидеть. Встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. В Талмуде слота приводится два мнения. Или буквально новый царь, или, как говорят, новая политика. Что значит, не знал, не хотел знать. Ва-йе-ймар-э-э-мэй, сказал к народу своему. И наивот, амбан-э-и строил народ сынов Израиля. Рабы отцу ми-мэ-но. Многочисленнее и крепче нас. Хову нисхак-малэй, давайте схитрим против него. Пень-гир-бэ, как бы ни стало их много. Ва-э-э-будет, кис-э-крану-мэ-лхома, будет война. Ва-э-нэйс-э-вгам-лол-сэ-ны-ну. Он тоже прибавится к нашим врагам. Ва-ни-у-хам-бону, будет воевать с нами. Ва-у-гам-мин-ор-э-сэ-поднимется из земли. Раша говорит, поднимется, это не значит поднимется. Они заставят нас уйти из страны. Но они не хотели говорить плохое о себе. Ну, кажется, первыми это сказали египтяне. Но после них эти лозунги были произнесены ни разу, ни два. Наложили на него начальники налогов. Какие налоги? Налоги трудиться строить. Роман-ан-эйс-э-бэ-сэ-в-гайс-о, чтобы мучить его их тяжелыми работами. Ва-и-бен он построил ор-э-миск-ныс. Города складывали фары для фараона. Эс-пи-сэ-э-э-с-рам-сэс. Интересно. Медра Шабба нам рассказывает, как началось угнетение. Медра Шабба рассказывает так. Чтобы это было сделано очень интеллигентно. Они объявили так. Для благополучия и для чести нашей великой страны Египта, Египет, нам надо, чтобы весь, очень хорошо, чтобы весь народ воодушевленно строил. Это необходимо для страны. И фараон вместе со своей свитой тоже вышли на стройку. Так все евреи тоже вышли. Как мы можем не выйти? Интересно. Единственное, которое не вышли, это было колено леви. Это было не обязательно, это добровольно. Между прочим, выходит, что Владимир Ильич был не так уж оригинален. Фараон опередил его. Так колено леви, которая занималась изучением Торы, сказали, сказали, а мы не проявим такого особого патриотизма. Мы заняты. И если нам не дадут ордена, герой труда Египта, проживем без ордена. И они остались вне списка. А евреи постепенно... Египтяне же тоже работали. Так египтян перевели стать начальниками. А евреи остались просто рабочими. Оставили просто рабочими. Мехашо Януэйси. Как мучили его. Кенгир Бэвэхэннифрэц. Так он становился больше и сильнее. Это удивительное явление. Есть планы фараона, а есть планы Бога. Он их мучил, чтобы стало меньше, а вышло как раз наоборот. Маякуца им надоела, Мепнебна и строила за сынов Израиля. Есть интересный роман. Роман задает вопрос. Почему колено леви было значительно меньше всех других колен? И один из его... И дает ответ. Колено леви размножалось, но нормально и естественно. Более нормально и естественно. А у других колен, так как фараон их специально мучил, заставлял работать, чтобы они не размножались, так Бог сделал как раз наоборот, чтобы они не размножались. А у колено леви было... Более естественно. Вай Авиду Митсраим вставляли евреев работ... Эзнаисоев, сынов Израиля, б форех, изнурительной работы. То есть самое главное было не работа, а мучить и изнурять. Вай Морору Эсхайеем сделали горькую жизнь, ба вей до кошек, тяжелой работой, б хеймеру, вилвенем, глиной и кирпичами. Увы хол, а вей до басоны, каждый работает в поле. То есть после рабочего дня евцянин мог взять евреи, и там... Работаю у меня тут на поле, пахай, окучивай. Исколы Авидоса Машу, обду ваэм, всю их работу, что они работали, б форех, было изнурительно. Вай Авидоса Митсраим, гам ялдейсо евреейс, сказал царь египетский еврейским акушеркам. Ашар шеймахас, шифро, оба шеймашениц, пуа. Одна звали шифро, а имя другой пуа. Вай Авидоса Машу, ба ягэцхэнэсо евреес. Когда вы принимаете роды у евреек, урисэм алоавноим, посмотрите, на родильном станке, им бэйну есть этот сын, вам митэнэйсо, умритвите его, вы имбасы, а если дочка, вухой и путь живет. Так, ватирэну ам ялдэйсэ, сээгэхим. Акушерки боялись Бога. То есть у них был выбор, бояться Бога, или бояться фараона. Так они боялись Бога. Был ее свой не делали, ка шадибер агээм мэлэхмитцро им, как говорил им царь египетский, ватхаенуэс айгадым. Оставили детей живыми. Вай икро мэлэхмитцра им, гам ялдэйс, царь египетский позвал акушерок, вай имэгэм сказал им, мадула асисэмадо варазэ. Почему бы это сделали? Ватхаенуэс айгадым. Оставили жить детей. Ватимар нам ялдэс аупали. Скали акушерки фараону. Ки гэйхано шима митрэйсо и еврейс. Не как египетские женщины-еврейки. Ки хоэйсэйну, они сами как акушерки. Бэтэрэм тави агээнам ягэдэс, в ее роду. Еще до того, как придет с ним акушерка, они уже рожают. То есть так, после родов мы уже ничего не можем сделать. А они рожают еще до нашего прихода. Маэйтэ валаимгам ялдэйс, Бог сделал добро акушеркам. Какое добро? Ваирэ ваом ваяцму маид. Народ очень размножился и крепился очень. А! Когда человек самат, когда акушерки самоотверженно старались и ставили себя в опасность из-за еврейского народа, так первое добро, что Бог им сделал, что то, что они делали, имело удачу. Народ размножился и укрепился. Затем, баи ки хоэрэм ялдэсэсоэлэгим, было, когда акушерки боялись Бога, так баиаслоем боттым, он сделал им дома. Раша приводит, что сделал, чтобы сделал им личное добро, им лично, что из них вышли великие дома. Эти акушерки были и мама, Моше Йохэвет, и Мирьям. Так были из Аарона вышли куанин, из Моше вышли левиты, а зеревиты, и Мирьям, вы вышли цари. Бойца, пары, хоэмэйгэймэрк, приказал фарон всему народу, говоря, кола бэйна илэйда, ирюца шлиху, каждый рожденный мальчик, бросайте в речку, выхол Аббаса, каждую дочку, тхаюн, оставьте в живых. Что это был за новый приказ? Значит, по Таргумунхэс, до сих пор, это был приказ акушеркам, и, по-видимому, тихий приказ, неофициальный. Знаете, что есть неофициальные указания? А сейчас был официальный приказ, и не только к акушеркам, ко всему народу. Каждый найдет еврейского мальчика бросать в речку. Есть другое мнение в Медраше, что астрологи сказали фараону, что в этот день родится ребенок, мальчик, который потом выведет евреев из Египта. Но мы не знаем, он родится у евреев или у египтян. Так тут фараон решил быть уверенным, работать с полной уверенностью и приказал, чтобы все дети, которые родятся в тот день, казнить. Не важно, еврейский мальчик или египетский. На всякий случай. Вы не слышали, что из одного шпиона стоит убить 10 тысяч невиновных? Так фараон действовал по той же линии. праны фараона и праны бога. Фараон имел свои праны и для этого он убил многих евреев, еврейских мальчиков и египетских. А что вышло из этого? Сейчас увидим. Из этого вышло, что тот мальчик, который должен был вывести еврейский народ, был подобран его дочкой и воспитывался в дворце и он его сам раскал. И это все вышло от его приказа. Без этого его воспитывали папа и мама. Пошел человек из дома Леви, взял из Бас Леви, дочку Леви. Стала беременна женщина, родила сына, Раиса Китайву. Увидела его, как он хороший. Вот из спины упрятала, что еще и Рохим три месяца. Был ее хвост от Фины и больше не могла его прятать. А почему? После того, как он вернул свою жену, так они считали и шли проверять, беременна ли она, родила или нет. Миша родился раньше времени. Так до трех месяцев она еще могла его прятать, а потом нет. Вот и как это взяла ящик из такого растения гейма, вот ахмиро помазала бахимору в азофес глиной и смолой, вот осен боеса ела, положила вне ребенка, вот осен басу положила в камышах, альсфаса еруберега нила. Вот и садцав ахейсей мирохек, сестра стояла издалека, лиды ее знать, мая ее зала, что будет с ним сделано, определенно Бог поможет, а просто каким путем? ватер отбас паралелия хейсала ер, спустила дочка фараона купаться у него, она рейсела ее служанке ерухес, идут ау яд айр, возенила, ватер раскрыла, ватер увидела ребенка вене нарбых а вот мальчик плачет ватах милов она пожалела его специально Бог сделал, что мальчик плакал и она сказала это дети евреев почему она так сказала просто такой хороший красивый мальчик и мама бы его не бросила а у евреев из-за этого тяжелого указа она вынуждена была его где-то положить сказал его сестренка к дочке фараона агилех пойду ли я и позову тебе женщину акушерку она будет кормить тебе ребенка она говорит я возьму позову тебе кормилицу из евреев а почему именно из евреев медраж говорит что пробовали брать евтянок пробовали ему давать грудь он не хотел брать в медраше есть два объяснения одно объяснение те уста которые будут говорить с богом чтобы они ели от чего-то нечистого а другое объяснение маше потом будет приходить к фараону и будет требовать выпустить евреев и будет против египтян нехорошо что какая-то египтянка потом говорил а этот маше я же его кормила это некрасиво поэтому бог так сделал что он не хотел сосать ваттэймээлло баспары лихи сказал ей дочка фараона иди ваттэйло хлаумо пошла девушка ваттэкро позвала и сэма егат маму ребенка ваттэймэлло баспары сказала ей дочка фараона и лихи на тебе сэйлэ этого ребенка вы не кейли корми его для меня вы не это на скорых а я дам тебе твою плату ваттэкро еще взяла женщина елать ребенка ваттэйке кормила его можно спрашивать детей загадку где мы встречаем чтобы маме платили за кормление собственного ребенка ваттэйгдала елать вырос ребенок матвея привела его лобоспары к дочке фараона он был ей сыном ваттэкро шмей мишэ назвал его имя мишэ ваттэйм рассказала кименама имя из воды мишеси я его вытащил ваттэйгдал мишэ вырос мишэ тут бросается в глаза только что мы говорили вырос ребенок а тут мы говорим еще раз вырос мишэ граша говорит так первый раз он вырос как ребенок а во второй раз он уже вырос как человек он вырос как мишэ он получил уже какое-то назначение при дворце он вышел к братьям своим он увидел их тяжелую тяжелую работу мы тут можем видеть кого бог выбирает руководителем народа руководитель народа должен иметь определенные качества он должен ощущать страдания народа думать о народе больше и не о себе видите он вышел братьям увидел их тяжелую работу это было у мишэ и второе он должен искать справедливость и бороться за справедливость вояру он увидел их мишэ и египтянин маки ищевры бьет еврея меехав его братья и братья мошэ несправедливость воифен кивохэ повернулся туда и сюда вояру видел кейниш нет никого нет человека вояхэ сам мишэ ударил египтянина воитпенею бахил запрятил его в песок воей цива и мошэне он вышел на другой день на второй день воины его чны андошим иврем ницим два человека еврея ругаются между собой мы еще тоже хотел тут говорить чтобы вели себя достойно один с другим на имя горошо сказал к роша негодяю гомо сакире почему ты идешь ударить своего товарища что он ему сказал ты поднимаешь на другого руку так кто поднимает другого руку который называет роша почему ты идешь ударить своего товарища впрочем он на том же уровне как и ты Маруц он тоже хороша но кто тебе дал право поднимать на него руку воем он сказал а кто тебя сделал ищи человеком ты еще мальчик цар вельможа вельможа и судья углы над нами убить меня ты говоришь как ты убил египтянина мальчик вельможа вельможа испугался мальчик вельможа он сказал ох действительно наеда добра этот вопрос стал известен то есть Моше думал что то что он убил египтянина останется неизвестным а теперь стало известно это простое простое объяснение а между прочим откуда это стало известно ведь написано что Моше посмотрел по сторонам никого не было а как это стало известно очень просто никого другого не было но тот еврей кого он спас от египтянина он был и Моше был уверен что он будет молчать а тот болтал об этом и так стало известно его он не опасался того человека кого он спас Раша приводит еще интересный очень глубокий комментарий Моше мучила мысль за что евреи так страдают за что он видел их тяжелые страдания как их мучают как над ними издеваются за что его мучил этот вопрос теперь когда он видел что есть среди них такие негодяи которые которые доносят и которые говорят на другого плохое а ох и действительно на еда добр стало это известно теперь стало известно почему евреи так страдают если между евреями мир то другие не другие народы не могут им делать плохое несправедливости один другому то другие народы им тоже не будут этого делать но фараон услышал раз это воевак захотел убить миша воевраг мишами пней фары миша убежал от фараона воевраг поселился в земле миша воевраг поселился араб араб у коротца миша а у князя миша было семь дочери мотовину пришли ват и дрену начерпали мот мавен наполнили ротым там где рьют воду для скота рашки сцинавием напоить мелкий скот их отца воеври орым вайгоршу пришли пастухи их прогнали вайока миша стал миша бояши он их спас бояшка стыном напоил их скот ват вейна они пришли ких отцу руев вайем я сказал мадуа миар тем бай аем почему вы поторопились прийти сегодня вы пришли позднее чем всегда ват и мар они сказали иш мит цве человек египтянин спас нас от рук пастухов так же черпать он напоил скот а почему они сказали египтянин очень просто по одежде они видели перед собой египтянин воем раб нэйсо впрочем имеет претензии на миша почему он промолчал когда они сказали что он египтянин воем мэйсо сказал дочерям своим а где он почему вы оставили этого человека киран позовите его выехал лохами он будет есть хлеб сгласился мэйсо сидеть с этим человеком проживать с ним и он дал свою дочку цепора мэйсо мэйсо он дал ему свою дочку цепоров жены мэйлэд бэйн родила сына мэй кроэшмэ гэршем он назвал его имя гэршем киомар он говорил гэро я был пришельцем бэээрэс нохрия в чужой стране я был в египте пришельцем и бог мне помог там бог мне там помогал то есть бог уже приготовил того кто выведет евреев из Египта а вот теперь мы будем читать с чего началось избавление и выход евреев из Египта с чего это началось ваи было ваиоми мэраби мэрэм в те долгие дни ваиом мэрэх мэрэм умер царь египетский ваиом хубне из строя устанавливаться на Израиле мэнавейд от работы ваизок и кричали поднялся и крик логин к богу мэнавейд от работы есть медраж и раша его приводит умер не буквально умер вообще-то поднимается вопрос умер царь Египта ну как говорят скалься эту дорогу что страшного он так делал много добра и времени что тут было плакать и переживать так медраж и раша его приводит говорит так он не умер у него была проказа и кладуны ему дали такое указание ему нужно лечиться ваннами ванны из крови из крови младенцев так убивали 150 младенцев утром и 150 младенцев вечером это прибавилось к тем страшным страданиям которые евреи были так они от этого кричали стонали и кричали о громе про то громе вене говорят интересное замечание что тут написано умер царь египетский а когда есть посылка в Когенет нет власти в день смерти умирает не царь умирает человек вот например когда Давид умер написано лег Давид своими отцами не написано царь Давид а тут написано умер царь египетский поэтому видно что он буквально умер тяжело заболел евреи стонали и кричали к Богу и поднялся и крик к Богу от работы Бог услышал их крик Бог вспомнил свой союз с Авром и с Ицелком и с Яков Бог увидел сынов Израиля Бог знал что он он обратил на это внимание и тогда Бог принял решение вывести их из Египта так с чего началось избавление с молитвой с крика который они кричали Богу они кричали и стонали от тяжелой работы молитва человека когда он страдает ее молится из глубины сердца это имеет особую особую силу и вот это была та сила которая привела к выходу евреев из Египта она ускорила это ведь выход евреев из Египта мог быть раньше и позже там написано 400 лет вопрос приводится то 400 лет с момента что родился у Авраама Иисуса правильно но это значит что соответственно их заслугам соответственно молитве Бог решает как считать то обещание что он им сказал эти 400 лет с какого момента считать и вот эта молитва привела к преждевременному выходу евреев из Египта молитва имеет могучую силу я человек человек есть боль на сердце так пусть он сразу молится Богу не ждет какое-то особое время не особое место сразу когда ему болит на сердце и ее чувства говорят об этом пусть он сразу молится Бога это самая сильная молитва видите молитва она ускорила выход евреев из Египта молитва от боли крик от боли он уменьши ой аменьши пас эстинь есрей мелкий скот есрей хейсней с его тёстя киэ мидьон князь мидьона байина к сацин провез мелкий скот ахар амидбор за пустыней байовый пришел то есть он пришел к той горе на которой потом было дарование Торы байеропа казался малах адыной эйлов ангел бога к нему байаба стоишь из огня пламени митых асне из сне переводит сне это как ежевика в аяру он увидел байне асне байербоиш сне горит в огне в асне и не науку асне не сгорает естественно раз он горит он должен сгореть маленький кустарник он не сгорает хискуни говорит об этом так что бог показал маше в первом видении которое которое маше видел он ему показал маленький еврейский народ как сне кустарник и этот кустарник по всем законам природы законам истории должен был бы давно прекратить свое существование он горит горит но не сгорает это удивительное явление совершенно неестественное это первое видение что бог показал маше но я свернул я посмотрел посмотрю это великое видение почему сне не сгорает что это такое почему почему по я один кистор лирис пока видел что он свернул посмотреть во икрой его бог его позвал и сне во имя сказал маше маше во имя сказал и ныне вот я о чем таки причина что сне этот не сгорает это есть бог находится там в сне то есть бог это так ведет во имя сказал не приближайся сюда сними твою обувь твоих ног ки амокем потому что то место ты стоишь на нем это святая земля во имя он сказал я бог твоего отца и и и я бог авраама бог я бог якоба ва я стейр мишеп но миша скрыл свое лицо ки юреем потому что он боялся ме обид эго эллихим смотреть на бога ва ей мер то есть он сказал что я бог твоих отцов ва ей мя родиной сказал бог раи роиси видеть я видел страдание моего народа который в египте и крик я слышу от их притеснителей ки отдаты потому что я знаю эс махи его в его боли я спустился родился и спасти его от руки египта поднять его из этой земли земле доброй и просторной земле которая течет молоком и медом к месту к нан и хит во эмире во призе во хиве во и в в а теперь и вот крик сынов израиля пришла ко мне и я видел давление что египтяне давят их а теперь и я пошла хаха ху пари я пошла к фараону и вы видите сами вне исраил мой народ сына израиля мы митроим из египта я посылаю к фараону вы видите что бог из бог из и а кто я к я пойду к фараону кто я какую важность я имею говорить царями веки эти и что я выведу из не и строил сынов из израиля мимитроим из египта чем евреи заслужили чтобы их вывели из египта что бог им сделал такое чудо евреи на первый взгляд пыли сези египтян и многие из них приняли взгляд египтян евреи служили идол евреи тоже чем они заслужили бог ему отвечает на первый вопрос во имя чем ты кто ты во имя я буду с тобой ты посланник бога какая разница кто ты сам ты посланник бога скажите посол великой и сильной державы он выглядит не очень красиво ему будут относиться серьезно конечно ты посланник бога это тебе знак кем кем них и шах тихо я тебя послал Великое будущее, когда они выйдут из Египта, они отдалятся от идолов, и они получат Тору на этой горе. Вот я приду к сынам Израиля, вам мартирам, я им скажу. Бог ваших отцов послал меня к вам. Вы умрули, они мне скажут, Маш Мэй, а какое его имя? Мой и Мара Агаем, что я им скажу? Что значит имена относительно Бога? Что это означает вообще? Очень просто. Имена относительно Бога, у Бога, как имени Его самого же нет такого понятия, но Бог выше всех, у Него нет таких понятий. Вчера значат Его имена. Каким качеством Он сейчас проявится? И каким качеством Он выведет евреев из Египта? Бывает, что Бог проявляется в качестве милосердия, в качестве правосудия и так далее. Я буду с еврейским народом в этой беде. Что я буду с ними в других бедах, в других изгнаниях. Во имя? Во имя? Во имя? Нет. Так Маш Мэй спросил Бога. А зачем рассказывать евреям о новых изгнаниях и будущих бедах? Зачем? Так Он сказал, это я тебе сказал. Во имя сказал. Так говорится нам Израиля. Я буду с вами в этой беде. Я с евреями нахожусь в беде и я выведу их отсюда. Это качество. А то, что я тебе сказал, что я буду с ними в других изгнаниях, это я тебе, только тебе лично это сообщил. Евреям не говори. Мои имя Рейдела имел Меша, сказал еще Бог Меша. Кей Сеймарел на Исрую, так говори сынам Израиля. Адино елея в Исейхем, Бог, Бог ваших отцов, елея в Рогом, Бог Абраам, еле Ицог, елеякев, шлохани и послал меня к вам. Зея Шмир Айрум, это мое имя на веки, в зея зихи, это воспоминание мое в дыр дыр на все поколения. Гэх иди в Иосаф той язык на Исрую. Сибири старичин Израиля. Видите, что вывести евреев из Египта, что первое надо делать? Сибири старичин Израиля. Сила еврейского народа – это их старичины, их мудрецы торы. Медраж говорит так – как птица не может летать без крыльев, так еврейский народ не может подниматься вверх без старичин. Так первый шаг был – иди сибири старичин Израиля. Он сказал им, скажи им, «Бог Бог ваших отцов, Неро Илай, показался ко мне, «Бог Авраам, Ицук и Яков» говорит, «Бог Авраам, Ицук и Яков» «Вспомните, я вспомнил вас, и то, что было сделано вам в Египте. Войма». И я сказал, то есть Бог говорит, «Алес Хемиони Митраим, я выведу вас от страданий Египта, Эререт, Акнани, Земля Кнани, Вахитиво, Эмериево, Апризиво, Акиви, Ваевуси» – это те народы, которые там жили. «Эререт в землю, за вас хорову двошь, которая течет мораком и медром». «Вишо мулы керехо, они послушают твой голос. Увозу придешь, а то ты в язык на Исраил, и старичина Израиля, Элмелах Митраим, царю Египта, ваамар-тем эйлов, скажет ему, адыно елея евреим, Бог-бог евреев, не кролину, встретился с нами. А теперь пойдем на три дня в дорогу в пустыню, вниз визбахо, принесем жертву и родину эрегейну, Богу, нашему Богу». Это то, что вы скажете царю Египту. «Ва они ее даты, а я знаю. Кириэтэйне с хэммелах Митраима рых». «Царь Египту не позволит вам идти». «Вэрэй бьет хазоко» и не с сильной рукой. По простому пшату можно перевести так. Царь Египетский не даст вам выйти по своему желанию. А сильной рукой вы тоже не сможете выйти. Так нет пути, как выйти. Царь Египетский не даст. Сильной рукой поднять восстание и выйти вы тоже не сможете. Что же будет? Я протяну мою руку. Я ударю Египет. Во всеми моими чудесами. Что я делаю внутри него. Вахрей хэйна потом. Он вас отпустит. Я дам симпатию этого народа в глазах Египта. «Вэрэй кисэй рэйхом» будет, когда вы пойдете. «Гэйсэл ху рэйком». Вы не пойдете пустыми. Вы шуали еще мишхэнто. Попросите женщины от соседки. У Мегора Сбэйсо. И от той, которая живет с ней. То есть от египтян. От египтянок. «Крэй хэсэ фу хэйзо фу смолэс». Серебряные предметы. Золотые предметы. Одежды. Вы сам там положите аубнейхэм, аубнейсэйхэм. На ваших сыновей и дочерей. Вы не цаутэм эс митроин. Вы делаете Египт пустым. Красивые предметы. Они вам дадут. И вы выйдете. Это то, что Бог сказал к мужу. «Я тебя позываю». Ваян Мэйшэ Ваэйма. Ответил Мэйшэ и сказал. «Вэйн рэй аминали? Они ведь не будут мне верить. Вэлэйш му он бэкэли. Не послушают моего голоса. Ки емру. Потому что они скажут. Гэниро и гэху ад иной. Не показался к тебе Бог. До сих пор, когда Бог хотел что-то передать еврейскому народу, то пророком был, когда-то был Амрам, отец Мэйшэ и Аарона, а потом был Аарон, старший сын Мэшэ. Так это тут подчеркивается. Они скажут, не показался к тебе Бог. Если бы Бог хотел что-то сказать, он бы сказал через Аарон. А вообще-то объясняет причину, что Мэшэ не хотел идти. Ведь это такая важная митзва. Спасти евреев, вывезти их из Египта. Почему Мэшэ не согласился сразу? Объясняют это в медраше, что Мэшэ очень не хотел занять место своего старшего брата Аарона. Тут большое величие было со стороны обоих братьев. Мэшэ никак не хотел занять место своего старшего брата Аарона. А с другой стороны написано, что Бог сказал Мэшэ потом, ты встретишь Аарона, и он тебя увидит, и он будет радоваться в сердце своем. То есть у Аарона было особое золотое сердце без завистия. Мэшэ, по сути дела, ведь было так. До сих пор, кто был посланником Бога к еврейскому народу, кто был Аароном. А с этого момента, что стало, кто стал основным посланником Бога? Мэшэ. Мэшэ занял его место. А у Аарона не было ни капли зависти, и он радовался этому в сердце. Мэшэ не хотел задеть Аарона, а Аарон радовался тому, что Бог выбрал Мэшэ вывести евреев. Богу не понравилось то, что Мэшэ сказал, так уверенно они не поверят и не послушают. По имя его Вадиной, сказал его Бог, мазай в йодехо, что это в твоей руке? По имя сказал Мэте. Жизу. По имя сказал Ашэ, хэй Арцо, брось его на землю. По имя, Ашэ, хэй Арцо, брось его на землю. По имя, нохаш, проразился змею. По имя с Мэшэ, Мэшэ убежал от него. Это было, дальше мы читаем, что это было чудо, которое ты сможешь показать перед евреями, перед фараоном. Но почему Бог выбрал именно это чудо? Что жезл превратился в змею. Это было намеком, что Бог не доволен тем, что Мэшэ сказал, они не будут мне верить. Это змея, змея говорил про хоэ про других. То есть говорить про хоэ про других нельзя. И это Бог намекнул Мэшэ. По имя одной Мэшэ сказал Бог Мэшэ, шлах йодха, притяни твою руку в хейс безновый, ухвати за его хвост. По имя шлах йодэ, ваях зигбэй, притянул руку, схватил его. По имя, мать и бахапы. Это стало жезлом в его руке. Интересно, как читается, Мэшэ должен был схватить змею, а в его руке змея превратится в жезл. Мэшэ должен был выполнить приказ Бога схватить змею, а в его руке она превратится в полку. Мэшэ должен был схватить змею, а в его руке, а в его руке, а в его руке, а в его руке, а в его руке. Мэшэ �оз, гэшэ, вагн и быхак, а в его руке… Вадим эээ рээ, а дэной рэээ, эйд, сказал Бог ему еще. Хо вейной, йодха ваххэхэ, хо. Веди твою руку вхано твою. Мэйо вэйо вхэхэки. Ввел свою руку вон, свое, мое тело вытащил, мы не ели, мы тирали с кошелок, а рука, прокаженная, как снег. Тут тоже был, почему именно этот знак, это знамение? Раша говорит, что на кого Бог посылает, это же проказа. На кого Бог посылает проказу? На того, кто говорит плохое от других. То есть не говори плохое о евреев. Мое имя сказал, ошебьет хелхекеха, верни твою руку в твою лоно, вае ошебьет хелхекеха, вернул свою руку в лоно, вае цием и хейки, вынул из лоно, вае не еще, баке всоры, вот вернулась, как его тело. Вае им будет, и будет. Если тебе не поверят, вае имя не послушают, как его из оришни, голосу первого знамения. Вае имя будут верить, как его из ахрен, голосу второго знамения. Вае имя будет. Будет вода, которую ты возьмешь из Нила. Мой дом, это превратится в кровь, боя бошет на суше. Вода превратится в кровь. Впрочем, это было первое наказание Египта. И это было тут третье знамение. Вае имя мейше ладыной, сказал мейше к Богу. Би адыной, пожалуйста, Бог. Гы иш двори манехи, не человек говорит, я. Гамми тмэйл, гамми шил же, и вчера, и позавчера. Гамм так же, бьёс на берху и лапдеху. С того момента, что ты говорил своим рабам. Кихват пэ. Потому что у меня тяжелый рот, тяжелый устал. Ухват лошень. Тяжелый язык у них и я. То есть, маше говорит, что у него не тяжелый рот и тяжелый язык. То есть, выговор у маше был неясным. Так почему Бог выбрал, чтобы тот, через кого он будет плыть дарование торы, был с неясным выговором? Говорю, она объясняет это так. Если бы маше был бы, как говорят, замечательным оратором, знаете, что люди потом скажут? Понятно, почему люди пошли за маше и приняли тору? Он же такой замечательный оратор. А Бог хотел, наоборот, чтобы принятие торы было из ее правдивости. Не из-за того, что тот, через кого Бог даровал тору, его посланник был хорошим оратором. Наоборот, его выговор нечеткий. Но, несмотря на все это, еврейский народ принял торы и того, что это правда. Во имя один, и сказал Бог ему, мы сом перодом. А кто дал устать человеку? И мы ее зумираем. Кто делает немым, эй хереш или глухим, эй фекеах или зрячим, эй ивер или слепым. Ага, он их и один, и весь я Бог. Раше приводит, что когда маше убегало от фараона, кто-то должен был сказать, хухотайте его, а он стал немым. Кто-то был слепым, не заметил, как он убежал и так далее. Бог делает человека, когда надо, зрячим, а когда надо, слепым. Когда надо, глухим, а когда надо, слышащим. Ва то лих! А теперь иди вон их, эй емпихо. Я буду с твоими устами. Вересихо, я тебя научу, аша ты дабер, что ты будешь говорить. Во имя сказал, бия дуйной, пожалуйста, Бог. Шлах, но бия ты шлах. Пошли, пожалуйста, в руки, через кого ты пошлешь. Раше говорит, знаете, через кого? Через кого ты обычно послешь. Кого ты обычно послешь? Аарона. А я видел в Рамбане интересный комментарий. Через руки того, кого ты пошлешь. Кого ты пошлешь, он будет более удачным посланником, чем я. Ва и харафа диной бемеша. Сгорелся гнев Бог на меша. Ва имя сказал, ааринохихо алейби. Ведь Аарон твой брат леви. Йодат, я знаю. Ки дабер и даберу. Говорит, он будет говорить. Будет радоваться в сердце. Это величие Аарона. Что он не завидовал, а наоборот, радовался величию брата, когда брат, по сути дела, занял его место. И на такое золотое сердце, которое не знает зависти, Бог сделал Аарона первосвященником. И там Хошин со многими бриллиантами. Потому что у него такое особое золотое сердце. Ва и дабар ты, иглов. Я буду говорить ему. Ты вложишь слова в его уста. Буду с твоими устами, с его устами. Научу вас. И за счет осумства, что вы будете делать. Я вас научу. Он будет говорить вместо тебя к народу. Он будет тебе, как уста. Он будет вместо тебя говорить. А ты будешь над ним главным. А этот жезл возьми в твои руки. Ашатайся бей эсоисис. Что будешь делать ими чудеса.